Добрый день, коллеги! Татьяна Юрьевна, я благодарю за приглашение обсудить иммуногистохимическое заключение и всё, что с этим связано. Итак, мы сегодня поговорим о том, что иммуногистохимическое заключение — это дополнительный метод исследования. О том, какие существуют стандартные требования, почему нужно не игнорировать эти требования, и о важности диалога морфолога и клинициста. Итак, почему иммуногистохимическое заключение важно при раке молочной железы? Потому что вначале идёт гистология. Я взяла для примера то, как это выглядит у нас в институте. Мы должны понимать, что есть рак, его характеристики, степень злокачности. И только вторым этапом после гистологического исследования у нас идёт иммуногистохимическое определение рецепторов. Хочу обратить внимание на рекомендации, которые были опубликованы ещё в 2018 году, в 2019, в 2020, у нас уже 2024 год. Здесь и АСКОКАП, и НССН рекомендуют обращать внимание на именно гистологическое исследование и о том, что маловероятен эстрогенотрицательный результат при, например, карциномии низкой степени злокачественности. Точно так же маловероятен положительный эстрогенопозитивный результат при любом типе метапластической карциномии. И здесь описаны возможные варианты, когда идёт несоответствие или дискордантность гистологии и иммуногистохимического исследования. Ещё раз подчёркивается необходимость перепроверить и гистологию, и иммуногистохимию. Также у нас есть рекомендация о том, что же считать эстрогенопозитивным и эстрогеннегативным результатом. Мы немножко позже поговорим, почему сложилась такая ситуация, но эстрогенопозитивным результатом АСКОКАП настаивает на 1-10, от 1 до 100% окрашенных ядер. При этом выделяется категория низкой экспрессии, это от 1 до 10% окрашенных ядер. АСКОКАП и мы в лице российского общества онкомомологов настаиваем на обязательном соблюдении протокола и описании при иммуногистохимическом исследовании при раке молочной железы. Почему? Потому что каждый морфолог должен понимать, что иммуногистохимическое заключение при раке молочной железы является не диагностическим, а фармакодиагностическим. И когда мы принимаем участие в фармакодиагностике, мы должны понимать, что наше заключение является важным или основополагающим для принятия решения. Итак, в 2019-2018 году были введены особенные рекомендации по наличию внешнего и внутреннего позитивного контроля. Так выглядит позитивный контроль и вообще схема расположения контролей. Образец внешнего контроля должен содержать не только позитивно окрашенный образец. Это должна быть смесь. Как мы видим, в данном случае показано 6 образцов, которые содержат заведомо позитивные и с разным уровнем экспрессии ядра. Понимаете, для чего это делается? Например, крайний внизу справа образец. Это образец лимфатического узла или миндалины. Здесь содержится то самое минимальное количество окрашенных клеток, которые мы должны иметь в контроле, перед тем, как образец считать негативным. Это чек-лист, как мы должны оценивать эстроген позитивный статус или эстроген негативный. Это особенно касается эстроген негативного статуса. В описании протокола иммуногистохимического исследования необходимо указывать, какой материал, вид материала, трепанобиопсия, операционный, метастаз, рецидив. Время холодовой ишемии, время фиксации тип фиксатора. Обязательно указывать в аналитической части теста первичное антитело и его клон. Это очень важно. Тип стенера или ручное окрашивание было проведено. Потому что каждый из этих этапов влияет на проведение и качество оценки иммуногистохимического исследования. И последним этапом у нас идет внутренняя оценка и характеристика статуса внутреннего и внешнего контроля. Итак, клиницисты знают, патологи знают эту замечательную схему оценки в баллах по ОЛРЭД и процент окрашенных клеток. Но я очень прошу обратить внимание на эти цифры. Что значит 1%? Это 1% окрашенных клеток. В заключении он появляется в виде первой цифры суммы баллов по ОЛРЭД. 1 плюс 1 – 2, 1 плюс 2 – 3, 1 плюс 3 – 4. Что такое процент окрашенных клеток от 1 до 10? Это появляется в виде первой цифры суммы оценки в баллах. 2 плюс 1 – это 3, 2 плюс 2 – это 4, 2 плюс 3 – это 5. Так вот, вот эти цифры, первые цифры – 1, это 1%, 2 до 10%. Неважно какой интенсивности, это доля окрашенных клеток. И в последних рекомендациях даже этого года они сохраняют позицию, что 1 плюс 1 или от 1 до 10% – это низкая экспрессия рецепторного статуса. Я вам сейчас хочу показать на фотографиях, что такое 5 плюс 3. Больше 60% хорошо окрашенных или высокой интенсивности окрашенных клеток. Это 4 плюс 3. То есть от 30 до 60% окрашенных клеток. 3 плюс 3 – от 10 до 30%. И вот это вот 2, едва заметные, 2 плюс 2 – позитивный контроль. Да, видно? Позитивный контроль, который на стекле, прямо рядышком. 1, вот этот вот 1 считается позитивным окрашиванием и показанием к назначению эндокринотерапии. И здесь нужно рассказать об истории, что адъювантная системная терапия в исследованиях НСИБП 14 и 20 показала безусловную эффективность тамоксифена против плацебо на большом, почти 5 тысяч пациентов, материале. И, понимаете, дьявол действительно кроется в деталях, потому что каким образом шло назначение тамоксифена для этих пациенток? По наличию эстрогенов, но которые были оценены с помощью биохимического элегантсвязанного метода. Стратификация шла по биохимическому уровню содержания эстрогенов в опухоли, не иммуногистохимическому. И в этом весь вопрос, потому что когда пошли дальше делать иммуногистохимическое исследование, априори были перенесены вот эти 10 фемтомоль на 1% позитивно окрашенных клеток. И сейчас мы не можем побороться, потому что сейчас появляются сведения, что да, действительно, опухоли с низкой экспрессией эстрогенов, наверное, до 10%, наверное, они больше похожи на трижды негативный фенотип, но, тем не менее, рекомендации сохраняются о том, что от 1 до 10% все-таки это будет позитивный статус. Почему? Потому что было вот это исследование в самом-самом-самом начале. И сейчас немножечко расскажу про КИ-67, потому что это хороший маркер, он незаслуженно не входит в рекомендации, потому что он не считается воспроизводимым маркером. Но, тем не менее, рекомендации рабочей группы, в 2021 году они были опубликованы, говорят о том, что здесь вот в рекомендации КИ-67 идет четкая привязка к статусу эстрогеновых рецепторов. Если мы имеем эстрогенопозитивную опухоль ранний рак Т1, Т2, Н0, в случае исследования такой опухоли КИ-67 выше 30% является показанием к назначению химиотерапии. И до 5% не является показанием, но в группе Т1, Т2, Н0 эстрогенопозитивным. Категория случаев от 5 до 30% КИ-67 необходимо, что? Молекулярно-генетическое исследование. Все. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok